Друзья, всем привет! С вами Антон и вы на канале Blackroom. Начинаем новую серию Travel Blog. В этом видео я расскажу о том, как я съездил в Соединенные Штаты Америки в этом году на выставку Седия и на учебу по аудио- и видеокалибровке. Будет крайне интересно, я вам обещаю. Поговорим не только про все, что связано с домашними кинотеатрами и кинозалами. И вообще поделюсь о том, что удалось увидеть, услышать, какие эмоции испытать. И о том, что удалось привезти на этот раз из Америки. Погнали! Эта поездка у меня в принципе стояла в планах на текущий 2021 год. Но до самого последнего момента я вообще сомневался, что удастся ее реализовать. Потому что все страннее и страннее у нас происходили вещи с нашей пандемией в мире. То одна страна ведет карантин, то другая. То отсюда можно летать, оттуда нельзя летать. И вообще в итоге оказалось, что выставка сдулась. И в последние две недели от участия в Седии 2021 отказались все самые крупные компании. И Хармон, и Самсунг, и LG, и ну в общем-то все. Там и так их было не так много, как в прошлые года. Набралась, ну я не знаю, наверное, треть-четверть выставки набиралась. А у меня уже было куплено обучение. Поэтому я решил лететь, несмотря ни на что. Потому что все-таки основной целью было пройти обучение и получить сертификацию. Насчет визы я не переживал. Она у меня была, старая трехлетняя туристическая виза, которая как раз заканчивается в этом ноябре. Поэтому в принципе это была еще одна из причин, почему я решил лететь. Возможно, это был реально последний шанс в течение следующих нескольких лет вообще посетить Америку. Что там будет дальше происходить, никто не знает. Поэтому было решено лететь. Но даже тут произошел сразу конфуз. Невнимательно почитав правила посещения Штатов, я купил билеты, как обычно, с пересадкой в Европе. И, конечно же, попал. Пришлось эти билеты сдавать, потому что через Европу меня тупо бы не пустили. Взял прямой рейс аэрофлотом и в итоге долетел успешно через Вашингтон. Полет до Штатов занимает из России примерно 9-9,5 часов. Вот до Вашингтона я летел примерно 9 часов 15 минут. И на протяжении всего этого полета меня, разумеется, спасали мои любимые наушники с шумоподавлением от Sony. Это модель XM3, WH-1000. Ну, наверняка вы все знаете эту прекрасную серию, которая позволяет вам максимально круто просто уйти от всего, что происходит в этом мире, просто найдя и включив наушники, и включив шумодав. В них можно спать, в них можно смотреть кино, слушать музыку. И то, что вы летите в самолете, вам всего лишь издалека напоминает некий такой фоновый шум. Это совершенно не сравнится с тем, что вы слышите, когда вы эти наушники снимаете. Что полезного я для себя еще лично профессионально извлек из полета в Вашингтон, это то, что я сидел на передних креслах, и там были вот такие выдвигающиеся из подлокотника столики и мониторы. До того мне понравилась эта технология, что я решил ее использовать в наших креслах-реклайнерах. Обязательно найду, как эти штуки делаются, точатся, и нечто подобное мы обязательно реализуем в нашей мебели. Конечным пунктом моего назначения был город Индианаполис. Именно там проходила выставка и обучение. Поэтому мне пришлось лететь с пересадкой в городе Вашингтон. И на пересадку у меня было 3,5 часа. Совершенно классное, нормальное, спокойное время для того, чтобы зарегистрироваться на новый рейс, сделать все необходимые дела. И я даже успел там, ожидая самолет, дать правки на очередное видео про сабвуфер, который вы уже на канале видели. Перекусить и пойти спокойно в самолет. Все проходило максимально гладко до того момента, когда мы выехали уже практически на взлетно-посадочную полосу на очередь. И через какое-то время, стоя 10, потом 20 минут, пилот нам сообщает. Дорогие пассажиры, извините, у нас что-то сломалось в самолете, нам придется вернуться к гейту. Причем еще и кондиционер у них сломался, стояли там, грелись. В итоге потом кондиционер починили, но все равно гейт у нас вернули и в итоге потеряли, наверное, еще 3 часа. Поэтому в Индианаполис я прилетел на том же самолете, который, видимо, починили, спустя 3 часа и целые, наверное, сутки. Было физически уже довольно сложно не спать, терпеть, скажем так, чтобы добраться до отеля. Но, тем не менее, я это сделал. И практически через сутки путешествия уже лег отдыхать в Индианаполисе. И тут тоже был, на самом деле, конфуз, потому что я не совсем правильно просчитал даты своего прилета и забучил отель, который у меня только со следующего дня начинал действовать. Поэтому пришлось брать еще один отель, буквально на одну ночь, который был поближе к аэропорту, и там переночевать. Следующий день был воскресеньем, и он у меня был как раз запланирован на акклиматизацию. Для того, чтобы можно было немножко отойти от перелета, отдохнуть, спокойно разложить вещи, осмотреться и, на самом деле, подготовиться уже к учебе. Первым делом у меня была учеба по АСФ. И в самый же первый день меня начали преследовать американские коллеги. Стоило мне пойти позавтракать в одну из кафешек, прогуляться, как на обратном пути, я встретил офис и шоурум компании Millennium Sound. Это местный дилер и инсталлятор, у которых как раз в портфолио есть бренд Triad. Именно на Triad у них там, судя по всему, был шоурум. Везде горит свет, все там видно, двери открыты, и даже в шоуруме свет горит. Но воскресенье, выходной, и зайти, к сожалению, к ним в гости не получилось. В этот же день меня ждал переезд в тот отель, в котором я буду жить уже на учебе. И, соответственно, я вместе с чемоданчиком и рюкзаком направился в сторону этого отеля, но не сразу туда. Я решил заехать сначала в магазин Best Buy, осмотрелся там, подумал, что можно с собой на самом деле такого привезти, что будет классно нам и в офисе, и в шоуруме, и кому-то какие-то подарки, может быть, из электроники. И прямо рядом там же был кинотеатр IMC, Dolby Cinema и IMAX. Такую возможность я не мог, конечно же, не использовать. К сожалению, в Dolby Cinema шел дурацкий Candyman. Я вообще ужастики не очень люблю, и на них обычно и не хожу в кино, и дома очень редко смотрю. Поэтому Candyman пошел как бы стороной, а в IMAX, который тут же прямо находился в этом же самом мультиплексе, шел Free Guy, или главный герой по-русски. Я этот фильм как раз не успел еще посмотреть и с удовольствием посетил IMAX. И кайфанул на самом деле и от фильма, и от кинотеатра IMAX. Все было на уровне, и очень хорошо. И звук, и картинка, все как надо. Картинка, наверное, все-таки не как у нас в IMAX лазер. Было видно, что это скорее обычный проектор, но экран был какой-то не очень обычный, и контрастность была действительно очень хорошая. То есть я получил действительно удовольствие. И теперь, огромная путешествия вашей想е начинает. Это был IMAX. Небольшой, но очень уютный, с крестами-реклайнерами. Долгий синема у нас вот там. Долго я не пошел, потому что там идет Candyman. Candyman я не хочу смотреть. Вечером, доехав и заселившись в отель, я начал смотреть, что же меня завтра ждет на обучении. Я знал, что нужно сначала пройти некий онлайн-курс, перед тем, как будут оффлайновые занятия. Сев с комфортом за ноутбуком, открыв этот онлайн-курс, я немножко удивился. Оказалось, что времени он займет значительно больше, чем у меня было в запасе в тот самый день, перед тем, как идти уже на оффлайновый курс по видеокалибровке от ISF. Но, тем не менее, две трети я его успел пройти и уже на следующий день ехал на учебу вместе с ноутбуком и продолжал изучать ту теорию, которую я как бы уже должен знать к началу оффлайнового занятия. Если для вас сокращение ISF – это нечто новое, то у нас на канале есть целый ролик по всяческим различным сокращениям и аббревиатурам в сфере видео. Там мы как раз рассказывали, что ISF расшифровывается как Imaging Science Foundation. Это организация, которая помогает, во-первых, создавать видеостандарты современные, затем она учит калибровщиков тому, чтобы можно было эти стандарты достигать на любом видеооборудовании, будь то дисплее, будь то видеопроектор или даже современный микро-LED-экран. И, разумеется, она участвует в создании новых продуктов, сертифицируя те или иные новые видеотехнологии, видеодисплеи для того, чтобы они действительно отображали картинку согласно принятым в индустрии стандартам. Обучение проходило в городе Фишерс. Это буквально 30 миль к северу от Индианаполиса. Именно там располагается штаб-квартира, самая современная штаб-квартира организации СЕДИ. В этой штаб-квартире есть большой демонстрационный комплекс, есть целая тренинговая секция, есть аудитории для обучения, есть аудитории для проведения практик, есть отдельные комнаты для проведения более мелких тренингов. Ну, разумеется, это офлайновый офис для основных сотрудников организации СЕДИ. Они там именно работали, когда не было пандемии. Во время пандемии большинство из них работает из дома, поэтому даже половину здания они сейчас кому-то еще пересдают. Эта штаб-квартира была открыта совершенно недавно, буквально пару лет назад, и вобрала в себе всю технологичность, которую, собственно, и воплощает, и представляет собой организация СЕДИ. То есть все участники так или иначе поучаствовали в создании этой штаб-квартиры. Туда, грубо говоря, задарили целую кучу оборудования, задарили свой труд, работы и создали вот такое вот современное пространство для демонстраций, для обучения профессионалов и энтузиастов. Там есть, разумеется, и умный дом, и умный свет, и домашний кинозал, и медиакомнаты, и чего там, собственно, только нет. Для меня это было, наверное, некое подобие святой Мекки, как для мусульман, или некого главного храма, как для всех православных. То есть это именно то место, где ты, когда ты приходишь с профессиональной точки зрения, ты понимаешь, что ты попал в самое центровое место в мире. И вот этот вот класс, где уже начало проходить обучение, я, как обычно, минут на пять опоздал, есть такой грешок. Увидев гуру Джоэла Силвера, основателя АСФ, ребят, которые уже сидели за своими местами, всю эту аппаратуру, кучу телевизоров, кучу калибровочных приборов, генераторов, чего там только не было. Это было очень эмоционально, очень сильно, и я действительно вот сразу же, присев, понял, что я сделал правильную вещь, что все-таки сюда добрался. Первый день учебы был в основном теоретический, но была и практика. Нас учили в том числе заделывать оптику, выдали целые наборы для того, чтобы оптику резать, зачищать и заделывать ее в коннекторы. Было прикольно, мне как-то это было раньше ни к чему, и новый опыт всегда интересен. На каждом дне учебы в штаб-квартире Сейди нас, конечно же, снабжали ланчем. Но ланч, надо признаться, был такой, грубо говоря, сухпаек. Это некий такой вот ланчбокс, который доставляли из одного из местных ресторанчиков. В нем, как правило, был сэндвич, либо какие-нибудь куриные стрипсы, плюс печенка с шоколадной крошкой, ну и так далее. И, знаете, самое, наверное, обидное то, что в Штатах нет нормального кофе. Те, кто там был, об этом знают, а те, кто не был, рассказывают. Американцы пьют фильтрованный кофе. Американцы, вы знаете, вот эти самые дешевые кофе-машинки, которые продаются в любом магазине. Туда ставится фильтр, насыпается уже молотый кофе, и это дело через капельную систему вам в кружку, соответственно, скапывает. Получается некий такой просто заваренный кофе. И вот там это везде сплошь. И до чего дошла тема, что даже в штаб-квартире-седе на кухне стоит вот эта вот вроде с виду правильная кофе-машина, капсульная. Но капсулы там тоже состоят из этого молотого дурацкого кофе. И в итоге получается, ну, сами понимаете, кофе не очень. Вот это, наверное, из минусов, то что ланчи были так себе, и их почему-то обязательно привозили чуть ли не в 11 утра. Да, начинали мы учиться в 9, а иногда и в 8 часов. Но 11 это все равно рановато для ланча. Ну и под конец этого дня, собственно, когда мы уже прошли и повторили всю ту теорию, которая была в онлайн-курсе. Кстати, онлайн-курс просто шикарный. Что по видео, что по аудио, о котором я чуть позже расскажу. Если вы планировали проходить это обучение, могу его смело рекомендовать. Ну и, кстати, дальше они все больше и больше материалов собираются превращать именно в онлайн-курсы. Сейчас везде такая тенденция. И меньше и меньше будет практики. Надеюсь, что я попал на самую такую как бы сбалансированную историю, когда сначала есть некая теория онлайн и потом массированная практика оффлайн. Ну и, собственно, в конце первого дня мы уже засели за наши аппараты, за телевизоры, которые там стояли. Телевизоры были совершенно разные. И LCD, и OLED. И был у нас набор калибровочных датчиков. Это спектрорадиометры, это калориметры. И, конечно же, генераторы вот такие, как вот этот Meridio. И мы начали свою практику, используя Soft Calman, который в тесном сотрудничестве с ISF постоянно развивается и улучшается. Это вообще является таким стандартом де-факто в индустрии для калибровки видеооборудования. Разделились на небольшие команды. И мы вот в паре с одним из товарищей американцев, собственно, начали калибровать телевизор Sony мастер серии 75 дюймов по диагонали. Ну и вечером я решил отметить начало учебы. Пошел, наконец-то, в нормальный американский ресторан. Очень милый, душевный. И заказал себе стейк со спаржей и с бокальчиком зинфанделя. И знаете, что самое смешное? Прямо напротив моего отеля было небольшое здание тоже с кафешками, старбаксами и так далее. И там тоже был офис одних из наших коллег, которые занимаются созданием неких акустических интерьеров, акустических комнат, домашних кинотеатров. Ребята, вы не поверите, меня просто преследуют коллеги. Вот в новом отеле, в который я заселился, прям вот еще один интегратор сидит со своим мини-шоурумом. Прямо какое-то засилие тут в Индианаполисе. Второй день на АСФ начался с продолжения нашей практики. Мы докалибровали телевизоры в стандарте SDR. Потом опять была некая теория. И затем на перерыве нас пригласили посетить референсный кинозал CEDEI. Про него мы сняли отдельный ролик, и вы его уже наверняка видели на нашем канале. Но если вдруг не видели, то ссылочку я обязательно оставлю в описании. Так вот, это первое посещение, оно оставило на самом деле очень двойственное ощущение. И прям какой-то диссонанс. Потому что, ну не может референсный кинозал организации, которая во всем мире представляет специалистов в этой сфере, так играть и так показывать. Мне не удалось, к сожалению, сесть на референсное место. Однако я ходил по залу во время демонстрации. И, кстати, показывали там ровно те же самые ролики, которые мы тоже крутим у себя в демозале. Так и хотелось сказать, плагиатчики. Ну, на самом деле, просто они действительно передают и максимально хорошо могут показать, на что способна аудио-видеосистема. Это величайший шоумен, это концерт группы Queen на стадионе Уэмбли. И, в общем-то, эти два ролика, в принципе, было достаточно, чтобы оценить, что с залом что-то не так. Даже мой сосед и коллега по учебе Хосе из Доминиканской Республики сидел и смотрел на меня с попрощающим таким вот выражением лица. Типа, и это референсный театр? Да, было действительно все очень странно. Глуховато, странный тональный баланс. Бас, который тебя бьет только под задницу и нигде больше не ощущается. И в итоге оказалось, что с залом действительно было что-то не так. А что было с ним не так, расскажу чуть позже. Досмотрите видео до конца. Но все равно большое эстетическое удовольствие и профессиональный интерес я, конечно, свой удовлетворил. Побывать в таком месте, посмотреть на всю эту красоту, посидеть в этих креслах, посмотреть на этот экран, это большого действительно стоит. Это колоссальное удовольствие, несмотря даже на то, что звук и картинка, мягко говоря, не удивили. После обеда у нас была практика по калибровке видеопроекторов. Там нового я для себя узнал не так много. Затем нас учили, как калибровать HDR на телевизорах. И потом был процесс того, как делать автокалибровку. Потому что целая куча телевизоров сейчас уже позволяет просто напрямую подключиться к ним из софта Calman и произвести так называемую автокалибровку или создание 3D-лутов и загрузку в эти телевизоры. Очень интересно и познавательно, и особенно цена-практика. Ну и в конце дня нам выдали письменные экзамены, которые мы потом уже в течение нескольких дней просто заполнили и отослали на сертификацию ISF. И в конце дня мы сфоткались с Джоэлом на память. Вот эта фотография, которая будет всегда напоминать об этих классных двух днях за калибровкой видео. Ну и в предвкушении того, что теперь Blackroom будет компанией сертифицированной ISF, я сделал нам, себе, такой небольшой подарочек. Заказал кит для профессиональной калибровки от ISF. Это вот такой генератор 4K HDR сигналов. Это вот такой вот спектрорадиометр. И еще калориметр, софт Calman и так далее. То есть целый кит для профессиональной ISF калибровки. И теперь у нас есть. На этом первая часть нашего тревел-блога подошла к концу. Ставьте лайки этому видео, если было интересно и классно. И пишите в комментариях, как вам такой формат. О чем бы вы еще хотели видеть ролики в подобном формате. Возможно, нужно делать некие репортажи прямо с полей, прямо с объектов, когда мы калибруем кинозалы. В общем, пишите все ваши мысли в секции комментариев. Не забывайте подписываться на наш канал, чтобы не пропустить выход второй части про это путешествие. А с вами был Антон, основатель компании Blackroom. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok